Здарова работяги! В предыдущем ролике я рассматривал историю зарождения и развития вентиля, а сегодня я буду рассматривать первый Half-Life. Конечно не оригинал, а Блэк Мезу, так как все-таки иногда надо пощадить ваши глазки от малых полигонов, но ненадолго, потому что остальные дополнения мы будем проходить в непосредственном оригинале. Но кто-то может возразить, что я таким образом нарушаю дань уважения к первой халве, проходя его ремейк. Могу сказать свое оправдание то, что ремейк является полным каноном, передающим дух оригинала. Да и не только его передающим, а даже еще и расширяющим в деталях, которые учитывают существование последующих частей. К тому же для моей немногочисленной аудитории данное видео возможно сподвигнет прикоснуться к золотой классике в более приятной графической физической обертке, а может быть и без нее, чтобы так сказать прочувствовать продвижение технологического прогресса. Начинается игра с того, как наш Морган Фримен, а точнее не Морган, а Гордон опаздывает на эксперимент, в котором должен принять непосредственное участие. Но так как передвижение по комплексу осуществляется медленным монорельсом, приходится наслаждаться местными красотами, пока он не доберется до нужной точки назначения. Хотя данный момент хоть и является немного затянутым, но зато данная затянутость вводит нас в атмосферу огромного научного комплекса, заполненного важными умами всего человечества. Посмотрев на барни, ломящегося дверь, и на подозрительного депутата, а также облучившись немного от радиоактивной жижи и насладившись прекрасными видами, доезжаем до точки назначения. Натянув костюмчик, отправляемся наконец проводить эксперимент. А, Гордон, вот ты где! Как мило, что вы все-таки почтили нас своим визитом. Так, не понял, это кто там промемлил? Знаешь, администратор сделал все, чтобы мы провели анализ сегодняшнего образца. Они ждут вас, Гордон, в тестовой камере! Заткнись, Варри! Зайдя в тестовую камеру, поднимаемся наверх и включаю антимаспектрометр. Какое сложное название, язык можно сломать. И дожидаюсь, когда прибудет образец. Хм, так как я знаю, что будет, если вложить туда кристалл, возможно, стоит тогда его не вкладывать под луч, тем самым я спасу все человечество от гибели из-за инопланетного вторжения. А я не буду вкладывать, и ничего вы мне не сделаете. Ай, блядь, блядь, сухой Ну ладно, в этот раз выступы меня одолели, но в следующий раз все будет по-другому Ну что, довольны? Довольны? А я делал все, чтобы этого не произошло, а вы меня не слушали Вот лучше продолжали бы свои эксперименты, что если залить мента сколой Помотавшись немного между мирами, отправляемся наверх к Илайю и Кляйнеру Которые были и так нехило удивлены разрушением, которые произошли из-за каскадного резонанса И нашему появлению из эпицентра взрыва Илай нас просит отправиться на поверхность попросить о помощи Так как средства связи в этой части комплекса не работают Но в наш разговор вмешалась любовь доктора Кляйнера в виде хэткраба, мозгососа, мозгоёба и так далее по списку Тем самым показав, что мы сделали не просто масштабный взрыв А открыли портал в неизвестный мир Встречаем одного знакомого охранника и идём к выходу, прорываясь через зомбированные чапубели О, кто-то неудачно телепортировался Не хочешь горячего мозгососа? Говорят, он на вкус как курочка Да знаю, что ты хочешь Пройдя к главному холлу, мы понимаем, что вернуться на поверхность тем путём, к которому мы сюда прибыли, больше не получится Поэтому пролазим в другое помещение и ищем выход наружу Добыв при этом свою долгожданную легендарную монтировку И наблюдаем то, как всё постепенно погружается в хаос, так как комплекс стали заполнять не только чапубели Новардегонты, барнаклы, крокодильчики-плюваки и пёсели-визжаки А также обезумевшие от всего этого учёные, не имеющие чувства собственного самосохранения И докнущие на каждом шагу, выпуская за собой, конечно же, огромный фонтан из крови и мяса Браня туда-сюда по комплексу, поднимаемся в офисы О, интересно, получится ли у меня, как в оригинале, проскатить через эту ловушку Получилось! Только мне в жопу щекотал какой-то зелёный луч Проходив по офису, нахожу радио Данное сообщение транслируется по требованию местных властей В 947 в научно-исследовательском комплексе «Чёрная меза» Произошла катастрофа неизвестного характера Жители близлежащих населённых пунктов Просим противить своё место жительства, взяв с собой только самое необходимое И эвакуироваться в радиусе 120 километров от комплекса Если вы находитесь в самом эпизодной катастрофы, то вставайтесь на месте Местные вооружённые силы были отправлены для оказания помощи Ура! Нас, наверное, все спасут Пройдя ещё немножко, спасая местных работяг от разного рода чудищ И с тем этим скобом мы отправляемся на поверхность Ну, точнее я один, так как все решили не прыгать в лифтовую шахту Поднявшись ещё чуть выше, наблюдаем то, что нас, по-видимому, солдаты прибыли не спасать А уничтожать, так как мы знаем больше всего того, чего знать не следовало И теперь у нас появляется ещё один противник в виде военных Здравствуй, небо в облаках! Здравствуй, жопа в чириках! Пропадимый расслабон! Прапор вновь пришёл гандом, что сдох ты, падла Я хотел расслабиться! Поняв, что на поверхности происходит полнейший ад, спускаюсь обратно вниз И встречаю своего коллегу, который говорит, что стоит нам отправиться в комплекс Лямбда Который точно сможет исправить это недоразумение Но к нему удастся попасть только через старые рельсовые пути, которые находятся после ракетно-испытательного комплекса В данном ракетно-испытательном комплексе находится темтакль, который не даёт нам пройти А оружие его не берёт Но зато он находится под двигателем ракеты, поэтому мы отправляемся спускать движок Нажав кнопку здесь, полетав и покрутив вентиль там, посмотрев на флекс-плюваки И вставив электрогенератор тут, сжигаем хентай кентаклю под замечательным музон И идём к рельсовым тележкам, путь которым преградила тоже какая-то ебака По имени Каргантьюа Которую мы заманиваем в ловушку и испепеляем с помощью электричества И едем на своей телеге по рельсам, по пути которых мы встречаем охранника Который нас останавливает и говорит, что от Лямбда поступила просьба запустить ракету Которая, по идее, должна закрыть возникающие порталы Учтём этот момент и поедем дальше, поубивав кучу военных на своём пути И встретим Васька, который немного потерялся Вот что значит топографический кретинизм и дебафный интеллект от своего снаряжения Поднявшись наверх, разбираемся с толпой пушечного мяса и запускаем ракету Красота-то какая! Завершив все дела, отправляемся до комплекса Где по пути нас встречают женщины-ассасины Которые обладают невероятной гибкостью, ловкостью и умением поглощать себя свинец А после нам всё-таки дали по башке военные И ладно, если бы отправили нас на допрос или пуль в голову всадили Но нет, Фримена кинули вжимателя-дробитель с кучей мусора Самое говно, чтобы погыгать Очнувшись и выбравшись из пресса на огорчение всех военных Проходим все этапы переработки мусора Поплавав во всяких помоях и токсичных водах А после выходим в лабораторный комплекс Здесь встречаем живые экспонаты инопланетной флоры и фауны И проводим над ним эксперимент Ну, ну, газ это банально Электричество неинтересно А вот охонь, охонь да, охонь всегда будет иметь актуальность Накол посадить! Проходим дальше, наблюдаем то, что учёным ещё давно было известно об этих инопланетянах Так как можно найти кучу заспиртованных уродцев Даже есть камера, имитирующая флору и фауну того мира А ещё я нашёл самых милых милашек во всей этой игре Посмотрите, какой он всё-таки пуська! Насмотревшись снова на отсутствие чувства самосохранения у учёных и охранников Забираю мегалазерную пушку поменьше и активирую мегалазерную пушку побольше Спасаю оставшихся учёных, которые не самоуничтожились Иду к выходу, который решили преградить вояки И пока я с ними сражался, мне стала приходить в голову мысль, что Гордон чёртов псих Так как он убивает на своём пути всё живое и неживое без разбору Вот просто посмотрите, целый отряд военных Военных! Работяги, которых учили убивать, не могут убить клерка Недоноска! Да, конечно же он имеет спецкостюм и проходил всякого рода разные физподготовки, но всё же Уничтожив очередное пушечное мясо, отправляясь уже по поверхности до нужного комплекса Попутно делая фарш солдатни, спецтехники, пригнанные для нашего уничтожения и инопланетян На данном этапе можно ещё пронаблюдать, как сражаются инопланетяне и обычные люди Увидев, что поля сражений оставляют за собой огромное количество человеческих потерь Да и не только виды об этом говорят, но и радиопереговоры солдат Пойдём, Купер, нахрен забудь о Вримене, мы покидаем это чёрное место Если есть цель для бомбандировки, отметь их на карте, если нет, вали оттуда нахрен Мы уже практически у комплекса, осталось только пройти через вот эту толпу и можно будет решать насущные проблемы Да пропусти меня, Ирод проклятый, дай мне пройти, ты же сам хочешь меня убить, так давай сразимся Ну ладно, ты сам напросился Вот сука Добравшись до комплекса, встречаем учёного, который поясняет, что для того, чтобы добраться до штаба Лямбда, находящегося над реактором Нужно запустить сам реактор, который позволит телепортироваться к ним Не вопрос, забрав по пути пылесос, способный дезинтегрировать всё живое, что попадётся на его пути Запускаю реактор, дёрнув пару рубильников Телепортируемся до самого штаба Лямбда, где нас встречают учёные и говорят, что для закрытия разлома, вызывающего телепортацию на планетной живности Мешает неизвестное существо, которое нужно уничтожить Берём ранец, позволяющий прыгать на несколько километров, и идём запускать телепорт Правда нам тут решили помешать летающие псевдоинтеллектуалы поколения зумеров Но с помощью пылесоса мы их дезинтегрируем и телепортируемся в Ксен И наслаждаемся поистине прекрасными видами, передающими атмосферу загадочности и невесомости Попрыгав по камням, зайдя в место для стоянки экспедиции учёных Где впервые мы можем увидеть зомби в нашем HCV костюме Встречая огромную чапубель, которая помешала нам телепортироваться За что, конечно же, очень сильно поплатилось За Валихалу! В дальнейшем я нахожу целый жилой район, который населяют в основном вартигонты И как оказалось, они вполне мирные ребята, которых притесняют и используют как рабов Побегав и постреляв то тут, то сям, попадаем на завод по производству здоровяков с мухобойками И устраиваем там диверсию А после телепортируемся к главному существу, которое... О боже, на что ты похож? Этого преисполненного самопознания Ирода нам приходится убивать Разрушая кристаллы и прочую защитную хрень, дающую этого дитя космоса захерачить После он раскрывает свое самопознание на полной И мы раздолбываем у него кристалл в башке После нас телепортируют и мы наблюдаем за тем, как происходит взрыв Пукана Преисполненного после поражения Который каким-то образом останавливает депутат Из диалога с ним выясняется, что мы очень хорошо поработали И зарекомендовали своими действиями себя каким-то работодателям Которые хотели бы нас завербовать И тут данный хрен дает нам выбор Либо отказаться от данного предложения, либо согласиться Вначале я решил отказаться И в итоге за это он телепортировал меня в толпу армии Ксена Никуда я не пойду, я буду сидеть здесь хоть до скончания веков А мое слово будет всегда одно Нет Бляяяяяяяяяяяяяяя. Ну ладно, убедил. Я не хочу составлять компанию этим здоровым уродам. И на этом всё. И на самом деле после окончания возникает всё больше вопросов. Кто этот хрен? Что за наниматели? Зачем нас погрузили в стазис? И на какой срок? А также, что из инопланетная раса тут такая была, если ещё? На эти вопросы частично, конечно же, ответит вторая часть со всеми её эпизодами. И, возможно, третья. Если она выйдет хотя бы. Не, ну вроде бы Габен чешет свой пузо. Вот Half-Life Alyx выпустил свой свитч. Так что будем надеяться, что финальной или не финальной, тут как повезёт части, нам дадут всё-таки ответы на эти вопросы. Что ж, а на этом с вами я буду прощаться. Если вам зашёл ролик, то поставьте лукас что ли и комментом какой-нибудь сварганки про гузлика. Всем удачи и до скорых встреч!